Свой взгляд на события 75-летней давности начала обороны Севастополя представили историки из Москвы, Челябинска, Екатеринбурга и других городов России. Многие из них – частые гости в городе-герое, изучают его историю, чтобы потом наиболее точно отразить её в своих научных трудах. В рамках комплекса мероприятий мы проводим научно-практическую конференцию, на которой приглашены историки с материка из России, историки и музейщики, которые работают в музеях Крыма и России, с институтов, с учебных заведений. Задача – два слова, которые говорил Мединский четыре года назад. Это чтобы помнили. Сегодня будет хорошее, интересное событие у нас происходить здесь. Приехала из Салматы дочь Кубардского. Он нам передал ранее своё завещание, мы её опубликовали. И вот она приняла решение передать архивы семейные для хранения в наших фондах музейных. Именно благодаря их стойкости и мужеству, их особому героизму и отношению к исполнению гражданского и человеческого долга была не только выдержана оборона Севастополя, а была достигнута победы в Великой Отечественной войне. Низкий вам поклон за это. Спасибо огромное. Над своими исследованиями о второй обороне города-героя некоторые участники с материка трудятся долгие годы, стараясь изучить историческое событие со всех сторон. Историки надеются, что благодаря конференции на базе Музея героической обороны и освобождения Севастополя исчезнут белые пятна Великой Отечественной войны. По словам организаторов, такие материалы помогут подрастающему поколению узнать максимально точную информацию о событиях 1941-1942 годов. Мой доклад будет посвящен образу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов в исторической памяти советского общества. Мы занимаемся этой темой с коллегами уже несколько лет. Несколько раз бывали в Севастополе, принимали участие в разных конференциях. В рамках данной конференции мы хотели бы представить результаты своего научного исследования и послушать результаты научной работы своих коллег. Более всего мы, конечно, заинтересованы в общении с нашими коллегами из Севастополя, потому что особый город, особая история, особое место. В первый день работы научно-практическая конференция стала многофункциональной площадкой, где участники смогли не только выступить с докладами, но и посетить выставку «Бессмертный город нашей славы». В экспозиции представлены около 300 уникальных предметов из фондов Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Это приглашение к размышлению о самом главном смысле нашей победы – не забыть. Не забыть ни смысл этой победы, ни тех людей, которые потом и кровью ее добывали. На нашей выставке представлены материалы, документы, фотографии, личные вещи тех людей, которые сражались за Севастополь. Причем из всех родов войск. Так, например, представлены комсомольские билеты и обмундирование курсанта училища береговой обороны имени Ленинского комсомола, который первыми встретили врага 30 октября 1941 года под Бахчисараем. В честь открытия конференции на площадке перед входом в кинопавильон музея всех гостей и участников ждала настоящая полевая кухня. Севастопольские реконструкторы представили инсталляцию «Солдатский привал». Научно-практическая конференция продлится три дня. В завершении слета участники отправятся на экскурсию «Дорогами войны» и посетят 30-ю береговую батарею и мемориальный комплекс «Сапун-гора». Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, Севинформбюро.